Всех приветствую еще раз. Никак я не угомонюсь короткометражными роликами. Вот почти 7 тысяч вопросов на Спрашива.ру, полистал, посмотрел, многое повторяется. Давайте еще разок я кое-что вам поясню. Значит, если про паническую атаку, ОСД, телесную симптоматику и навязчивые мысли, навязчивое поведение, навязчивые страхи кого-то убить, страх потерять сознание, страх сойти с ума, страх причинить вред, упасть на улице, сделать что-то не то, испытать паническую атаку, невозможность самостоятельно пойти на улицу и так далее. Вот вся эта наша проблема невротического уровня. Значит, если вас это интересует, еще раз я вас искренне призываю. Это 100 видеолекций бесплатных снял лично вот я для вас, которые находятся в канале Невроза Мегаполиса в Ютьюбе. Это очень просто. Находите в Ютьюбе Красиков Алексей, сразу увидите этот канал. Посмотрите все видеолекции. Я понимаю, что их много. Но если вы их посмотрите, вы будете много чего понимать абсолютно бесплатно, не надо за это платить. Там очень много информации. В принципе, если это взять в годы обучения в институте, то вы даже в институте такого не найдете. Ни в одном институте Российской Федерации не разбирается паническая атака, как маленькая жалоба. Понимаете? Поэтому то, чем делится ваш покорный слуга с вами, это практические вещи. Теперь то, что я хотел сказать. Многие, опять же, новички или люди, которые невнимательно смотрят мой канал, или я, может быть, плохо говорю, что-то не понимают люди или не хотят понимать. Может быть, специально делают вид, что не понимают. Да? Еще раз давайте я поясню. Что такое ВСД? Что такое паническая атака? Навязчивые мысли убить кого-то, сойти с ума и так далее. И избегание. Все это результат невроза. Это следствие невроза. Тот же самый кишечный, допустим, диарея. Это следствие. И лечить следствие нельзя. Вы не можете заниматься терапией неврозов, леча следствие. То есть, если вы будете лечить диарею, но не будете лечить причину невроза кишечника, вы ничего не сделаете. Вы будете пить ромашку, будете правильно питаться. Но причина невроза кишечника, допустим, диареи, да, расстройства, медвежья болезнь, это психологическая компонента. Какая психологическая компонента? Это внутренние проблемы в личности, в характере, которые сталкиваются внутри характера и соматизируют кишечник или тело. То же самое касается тахикардии. Функциональная тахикардия, экстрасистолы, тахиаритмия. Это следствие. Лечить следствие не надо. Что мне выпить от тахикардии? Что мне выпить от поноса? Что мне выпить, чтобы не бояться? Это неправильный, ребята, подход. Надо задать вопрос, что мне делать, чтобы понять, в чем причина этой проблемы. Понимаете? Паническая атака. Вам кажется, что паническая атака – это какой-то неконтролируемый вами приступ? Это как температура при гриппе, которой нужно избавиться, и тогда вы вылечились. Нет. Паническая атака – это всего лишь навсего ошибка мышления по формуле «а что если вдруг?» Плюс телесная вегетативная компонента как вегетативной нервной системы, так и адреналиновой. Соответственно, ваша задача – просто научиться понимать, чем вы сами, вот тут вы сейчас не очень поймете, но тем не менее, чем вы сами вызываете этот адреналин. Когда вы это поймете, вы просто не будете вызывать адреналин, соответственно, у вас не будет панической атаки, но будет вегетативное напряжение, так? Вот все, у кого нет панических атак, у вас примерно так и есть. У вас нет панических атак, вы ходите более-менее самостоятельно, понимаете, что паническая атака – это не страшно, но вегетативные напряжения или навязчивости остались. Вот вам следствие того и доказательства, что паническая атака и то же самое ВСД не являются конечной целью терапии, она является лишь первичной формой, первично. То есть мы начинаем с панической атаки, с понимания вегетативных проблем, а затем мы начинаем решать проблему, понимаете? Это то же самое, что вы пришли к стоматологу, у вас болит зуб, вам стоматолог говорит, вы знаете, вот эта пульпа, она воспалилась, тут вот нерв, 3ТТМ, 3ТТМ, вколол вам обезболивающего, сказал, что ничего страшного с вами не будет, вам не больно и пошел дальше. Надо удалить нерв, надо чистить каналы, надо пломбировать и так далее, восстанавливать стенку там и так далее, понимаете? Все это процесс. Соответственно, вывод какой? Если вы жалуетесь на паническую атаку, есть техники работы с паническими атаками, у меня ребята за неделю, за две прекращают их испытывать. Они просто-напросто не вызывают паническую атаку. У них сохраняется вегетативное напряжение, у них сохраняется общая тревожность, но панической атаки нет. Почему? Потому что паническая атака – это процесс творчества самого человека. Захотел, грубо говоря, если ты ошибся в определенной технологии, будет паническая атака. Сделал все по технологии, не будет панической атаки. Очень просто. Но это мизерное начало, потому что за вегетативной дисфункцией кишечника, сердца, сосудов и прочих-прочих-прочих, за навязчивыми мыслями кого-то убить, спрыгнуть, ножи, балконы, за навязчивыми мыслями шизофрении, за этим всем стоит проблема невроза. А невроз – это проблема характера, который сталкивается с объективной действительностью. Поэтому невроз не занимается терапией симптомов. Это психиатрия занимается терапией симптомов. Дали таблетку – тревоги нет. Дали таблетку – навязчивых мыслей нет. Таблетку отменили – всё появилось. Почему? Потому что лечить конечный результат невроза как проявление абсолютно бессмысленно. Да, есть ситуации, где иногда нужно принять фармакологию для того, чтобы облегчить телесное состояние человека. Это правда. Это соматизированные депрессии эндогенные, это очень сильный уровень соматизации невротического характера, в истерическом неврозе и так далее. Тут всплывает тема защит. В психотерапии есть такое понятие, как психологические защиты и сопротивление. Об этом говорил много и Фрейд, и любой психотерапевт это прекрасно знает. Чем сложнее характер самого пациента, тем сложнее до него донести вот эту вот истину о том, что проблема в его характере и в его мировоззрении. Он будет списывать всё на болезнь. Я не учусь, я не пойду работать, я не буду это делать, я туда не пойду, потому что, а вдруг там. Хотя никогда этого не было. Я не пойду на улицу, а вдруг я упаду. Сколько раз ты падала? Нисколько, но а вдруг. Я не буду делать это, это и это, потому что, а вдруг. Я не буду делать то, потому что мне там так плохо. Да, вам вегетативно плохо, но какой результат? Ничего смертельного, болезни нет. Все вот эти сопротивления, вера в собственную болезнь, поиск у себя болезни, неверование психотерапевтам, обесценивание их работы, желание доказать, что есть несуществующие ВСД и что никто просто не умеет это лечить. Всё это либо ирония, либо очень сильное сопротивление, чтобы только не менять ничего в своей жизни. Потому что самая сложная работа – это работа над своим характером. Это самое сложное – это работа над собой. Изменения в нас происходят постоянно, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Но только внутренний личностный рост и развитие происходят тогда, когда мы прикладываем усилия. А многие люди не могут приложить усилий. Они говорят, всё должно быть просто. Красиков, я к тебе пришёл, давай на ухо мне потрынди, я исцелилась. Хрен. Для того, чтобы ты изменилась личностно, тебе нужно пройти несколько этапов понимания проблемы и работать над ней. Вот, кстати, вот эти этапы и есть те самые шесть частей группы, которой я занимаюсь. Первая часть – работа с симптомом, потом построение патогенеза, потом построение системы отношений, потом построение когнитивной концептуализации, и потом работа над развитием мышления. Это целый процесс. Если вам говорят, я вас исцелю от ВСД, от панической атаки, это смешно. Это просто смешно. Это примерно то же самое, что вам просто скажут, вот, паническая атака то-то, то-то, пойди на улицу, сделай то-то, то-то, сделай то-то, то-то. Вы поймёте, не будете бояться, да, панической атаки нет, но ничего не изменится. Поэтому запоминайте. Сопротивление и прочие защиты – это психические процессы, которые мешают вам понять, в чём дело. Значит, так не хочется. И последний, да, ещё раз тезис. Паническая атака, вегетативные симптомы, боли и функциональное состояние тела – это следствие проблемы, а не причина. И пока вы не займётесь причиной, никаких улучшений или капитальных улучшений не будет. Поэтому вся психотерапия направлена на работу с причинами. Это не мама с папой в три года, это ваше мировоззрение. Ваше мировоззрение формировалось действительно в детстве, но осознание этого детства является лишь одним из факторов понимания проблемы. Но никак не главное. Вам же плохо сегодня, 26-го, чёрт побери, апреля 2014-го. Причём здесь мама с папой в 83-м. Там формируется. Но осознание этого и то, что вы оттуда это переносите, не является основополагающей системой психотерапии. Когда вы сегодня изменитесь. Когда вы сегодня станете по-новому мыслить. Когда вы сегодня станете более гибким. Понимая, почему вы были таким негибким и из-за чего. Вот это и есть то, что уже похоже на работу с психотерапевтом. Канал Немроза Мегаполиса желает вам хороших майских праздников. И я лично. Следите за новостями. Подписывайтесь на новости на сайте БезНемроза.ТВ. Смотрите вебинары. Задавайте вопросы. Скоро будет очень много интересного. Но, как обычно, я продолжаю бурную деятельность. И очень много проектов уже на бумаге. Осталось только поэтапно это реализовывать. Увидимся.